короче все переговорила с кем-то кому по часу разговаривать блин а так это капец я уже не помню что вообще я рассказывал мне уже и воду привезли и уже все а вообще-то хотел аж накраситься ладно сейчас попробую короче сделать макияж а потом пойду там надо мне надо взять эту подставку для камеры так сейчас немного опустим вообще надо сходить магазин купить хлеба как всегда пойдешь за хлебом потом блин пойдешь за хлебом она берешь кучу всего так все это поставила только далеко сильно ну принципе нормально люди видно фейс так не найду ватные эти диски поэтому просто возьму вату обезжирить сначала надо кожу вот кусочек ваты кстати ногти накрасила пока разваливала по телефону поставила на ну на это на громкость мицеллярной водой вот так вот полностью обезжиривать надо потому что кожа будет жирная и макияж не будете держаться звонила подруга говорила ее какого-то двоюродного брата нашли мертвого пропал полгода наверно назад и вот это нашли в речке выплыл всегда когда прессиваешь ватой так потом вата грязно то есть лицо сколько грязи собирают жесть таких страстей порассказывала страшно так теперь мы так это у меня шо такое это одна уже закончилась эта штука основа яшина старая а вот это вот старый праймер который уже мне тоже порченый а вот это новый так это тоже мусорку выкинем а это короче в общем так вот наверно сделаю да чтобы было видней чтобы не не подскакивать это основа под макияж и кисточка для нанесения основы конечно надо мне жидкость которая дезинфицирует эти штуки но она тоже стоит нехило поэтому пока без нее и вот сейчас вам покажу для чего вот этот же праймер выравнивать и в общем так это основа под макияж и праймер сейчас добавляем он такой знаете прозрачный как ель и размешиваем конечно у меня основа под макияж коричневая ну более темная так это волосы конечно надо заколоть но пока так вот так вот наносим на морщину на нос потом можно еще подмешать так и теперь размазываем вот так вот тоже волосы не то не страшно немного как-то суховато либо это основа уже тоже надо новую мне конечно светлее надо на это смуглая и когда смуглая придется хорошо тонировать а то будет проблески и кожа белая если светлее она может впитывать смуглые будет под глазами теперь типа синяки короче как-то быстро упитывается во первых может быть кожа сухая это так знаете размазала смазала а ну интересно тушил мусорку что она у меня порчено не еще есть по моему нету просто есть она разная вот это у меня смуглая а вот это нормально может она не порчено еще сейчас попробуем просто это мой тон а смуглая она будет сильно быстро она короче впитает кожа и кожа белая но мне не нравится что это расплывается мне кажется она не просрочено попробуем может и дни а может и да если шо можно смыть просто да она какая-то сильно блин сильно плотная консистенция но с другой стороны вроде нормально надо будет уже менять их но ненадолго и хватает конечно вот это где морщины то вот так вот надо убивать туда и нос хорошо обрабатывать я не часто пользуюсь вот этими основаны под макияж моему и шею трохи надо просто свуглая не хорошо потому что если смуглая то подчеркивает там зона усов и потом короче они могут просвечиваться как-то странно в общем если неправильно подобранный тон то либо он впитывается и темная кожа просвечивается как у моей кумы смуглая кожа я ее когда красила у я синяки под глазами она говорит ты наверно раз но много этой теней наложила а а это а то просто ее кожа впитала основу под макияж пытаюсь выдавить еще чуть-чуть этой светлой средней светлости и короче кожа упитала основу ее кожа это смуглая она видна из-за неправильно подобранного тона и как будто синие чары я поначалу очень боялась вот это глаза красить так ну вроде равномерно у меня честно говоря усы конечно виднеются всегда ну что ж ты сделаешь если такая галетика у меня бабушка была тоже усатая так ну кое-как раз размазали потому что сильно смуглой не хочется все таки надо будет еще искать мне потом купить эту основу так пудра у меня тоже морякеевская рассыпчатая тут она открывается вот так вот пользуется и там такие дырочки и короче потом вот так вот и на крышечку берешь кисточкой короче сейчас покажу самой толстой кисточкой наносим пудру беру макаю кисточку сначала туда потом коробку и вот так вот наношу в коробку чтобы она розетта под бров конечно не сильно но не надо подбру так и вот так вот пудрим не жалея потому что все имеет свойство портится тратится его немного поэтому надо вот на крышку надо нормально наносить чтобы продукт лишний раз не портился вот прямо так вот втирать конечно я может не идеальной и это самый простейший макияж потому что я видела в интернете такие макияжи что там со всякими всякими наносениями тонов так это мы сделали теперь расчесываем бровь вот сейчас я тут в зеркало буду смотреть кстати как то я так сделала что сильно торчит наверно это основа уже порчена на лбу почему-то такими кусками основу надо блин покупать ну нормально челкой закроется просто на лбу такие кусочки типа основа под макияж кусками делается поняли ну нормально ничего страшно да вроде нету шерсти а так выделяется ну так правда какая то основа галимая наверно надо стирать чешуца его делать ладно пойдет так маску нанесла на лбу просто покачалась еще и темно сделалась ну ничего может я загорела на лицо пойдем так просто уже же ей два года конечно она имеет свойство портится так теперь есть бронза а как модели эти накрасятся там вообще слой штукатурки и ничего теперь и наносим бронза вот такой коричневенький это подчеркиваю от скулы его определенным образом наносим до уха ну чтобы оно ложилось правильно начинаем от скулы верхней точки и вниз можно так еще я делаю ну я не сильно выделяю что люди так делают что аж огонь теперь короче румяна просто наносим так вот аккуратно чтобы не было как у матрешки так так и и этот хайлайтер хайлайтер это такой оттенок который добавляет какого-то блеска сияние и под бровь хайлайтер тоже видите такой небольшой оттенок сделался типа как руманец какой-то свежесть можно конечно вот брови я не это не закончила чесать чтобы оно ровнее было да можно конечно карандашом немного подвести их но не сильно видно а то будет сильно видно ну кто любит так чтобы были как пожарная машина просто так легонько даже чтобы оно было и естественно так и короче потом брови надо растушевать вот этим же такой кисточкой лайнер кисточка называется одним краем тени наносим а другим вот это вот такие дела делаем можно чесать вот это вот что такое сделалось ну она не сильно видно но немного видно она просто чуть-чуть ярче вроде бровь более однотонный да так еще мне кстати надо основа под тени но у меня нету короче много чего надо вот если начать этим заниматься то много чего надо ну короче сейчас я вместо основы под тени нанесу какой-нибудь этот же тон вот этот чтоб тень держалась так и и и и и так теперь возьмем в уголок глаза свет крем вот такую тень телесную ее можно нанести в уголок глаза это такой макияж который мне больше всего нравится он типа как свадебный но считается ну естественно можно его делать ярче там и все все дела я вспоминаю как я хотела красила одну девочку на свадьбу я ее просила прийти на предварительный макияж чтобы она увидела я крашу она не захотела потом я прихожу у нас парикмахерская опаздывает короче волосы распались ничего не на не накрутилась и телефона показа мне картинку и говорит вот такой я хочу я такая глаза вытаращила по пять копеек говорю вы чего прикалываетесь говорю там говорю компьютером все сделано и такой не сделаю ну хоть что-то похожее так я могу вот такой и такой я вам говорила придите посмотрите посмотрите ну в общем я взяла конечно очень мало потому что он не было неудобно ну так как я тратила же время но она знала что я новичок и особо не умею красить ну короче я поняла что мне это не сильно нравится потому что бывает что большинство не хочет приходить на предварительный а потом получается недовольство что не так сделали короче я поняла что для меня это сильно напряжно это я посредине наношу румянами можно красить румянами а я кстати забыла сделать дугу но ничего страшного так теперь сделаем теперь сделаем короче лесной орех тени и кисточка специальная такая вот такая вот и ею делаем дугу которая выделяет глаз и вообще делает самом начале ну можно если забыл и потом сделать вот так вот видите она выделяет глаз теперь на кончик глаза тень такую более темную бордовую вот этой кисточкой короче для того чтобы подчеркнуть глаз короче все вот это я изучала на этих курсах макияжа мне очень нравится конечно сложная там макияжи я не умею делать типа там ну я если начну вспоминать я вспомню как дымчатый глаз делается смоки айс вот этот же он мне кстати подходит но я не сильно люблю потому что он там заморочливый можно просто это кисточка можно растушевать немного просто можно сделать себе глазки панды но я делать неправильно тот смоки айс но сильно черным и получается глаза как у пандочки тут короче немножко растушевывая чтобы она была как бы более так естественно чтобы не было резких перерывов и вот эта кисточка еще я брови чухала вот этим кончиком берем черный цвет и рисуем стрелки все кто уже глаза не молодые но стрелки рисуем черными тенями они тогда более красиво равномерно просто кончик такой остренькой кисточки надо и так убиваем века так можно больше можно толще сделать эту стрелку но я долго не могла делать эти стрелки боялась казалось что у глаз попаду рука дрожит так махаешь кисточку потом от класса а пластмаску стрелки вашим она не сыпалась так есть и теперь надо растушевать эту стрелку чтобы она более ровней была такая кисточка есть можно и растушевывать это самый простой макияж макияжа важно косметика какая и кисточки потому что кисточки кисточкам рознь конечно у меня такой ракурс у меня глаз страшно косит если кто не знает то глаз у меня косит потому что после операции так так вот сделать другой же вид ну то что там ногу чуть-чуть покачалась это основа брови конечно можно ярче делать я они вообще делаются ярче но мне не нравится сильно вот такие яркие естественно выделяются потому что все равно я их не могу сделать такими красивыми как мастер профессиональные делать а когда я нависую сильно яркие она некрасиво так теперь надо найти тушь а вот у меня тушь американское спасибо я кстати хотела ногти сделать вот такие зеркальные таких я не ну не видела этих там и гель-лак делается у мастера хотела в такой лак найти где-то даже не гель-лак а просто реснички видите как отличается сразу ресница но если насыпать туши сюда, то не страшно, надо не трогать это мне мастер так научила, это мне просто тень немножко размазалась надо не трогать, подождать пока она засохнет, а потом вот этой кисточкой просто сметать и все, и ничего страшного это мне такой лайфхвак подсказали так, ну и конечно же губы, губы твои как маки вот это такая основа под тени, у меня нет основы под тени, надо основу под макияж все-таки губы твои как маки сейчас найдем какую-то помаду а я не наносил сумки у меня где-то была кисточка для помады, но я ее где-то задевала, я ее где-то и видела есть конечно яркие, но я сейчас хочу этой розовенькой помадой накрасить ой, потому что во-первых она сроки уже ве, очень она давно у меня я ее где-то я ее где-то Продолжение следует... 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 Потому что вот эта смуглая мне нельзя. На смуглой все вылетает, все вылазит, все недостатки она подчеркивает смуглая. Потому что я сама же не смуглая. Ну, я обычно, я не белая кожа, но я не такая смуглая, как вот эта бейдж. Я его брала для того, чтобы бейдж 1 это, а есть еще бейдж 2, это вообще тем, ну, смуглая. Я думала, просто буду смуглых людей красить. Ну, ума меня это. А в итоге получилось, что красить вообще никого не хочу. Потому что мне страшно, что я запарю, что-то не так сделаю. И человеку не понравится. Поэтому надо купить, конечно, нормальную эту основу и все будет окей. Естественно, вот то, но надо, кстати, узнать, сколько она стоит. Ладно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok